Всем здравствуйте, мои хорошие зрители, основные моего канала и просто гости, которые видят меня в первый раз. Напишите их, пожалуйста, в комментариях, если в первый раз на моем канале. Мне вот прям реально интересно. Итак, сегодня у нас мукбанк. Я заказала вот такой вот сучнейший просто бургер. Он настолько мягкий, что аж прям помялся при транспортировке. Картошка флиз, стрипсы, кола, такой салатик, соус. На! Супер фри, вообще обалденная. Кола. Моя любимая кола. Иногда можно. Редко, по чуть-чуть можно. Вчера мне мой парень подарил наконец-то браслет, который должен был подарить на 14 февраля. 14 февраля еще не наступило, а мы уже обменялись подарками. Дело в том, что браслет мне очень сильно велик. Я вам во влоге обязательно покажу. Мне он очень понравился. Обалденный просто браслетик. Но единственный минус, что он огромный. Мне нужен 17,5, а он 19,2. Придите. Очень сильно болтается на руке. В принципе, так носить можно, но очень неудобно, потому что я его могу легко потерять. Сначала мы решили уточнить, есть ли поменьше. Сказали, что нету. Как всегда, в Азербайджане только огромные размеры. Я прям даже не думала, что настолько будет болтаться. Меньше размера нету, но нам предложили поменять на все, что угодно, что у них есть. Я с одной стороны думала, может пусть останется, отдам ювелиру. Парень мой говорит, зачем заморачиваться? Давай лучше поменяем на что-то другое. На цепочку, на колечко, сережки, что хочешь. Я поняла, что действительно он прав. Есть такая возможность, почему бы не поменять. И вот сейчас я сниму мукпанг, оденусь и поеду вместе с ним. А может и без него менять. Это безумно нежный браслет. С такими сердечками. В общем, во влоге вам все подробно расскажу, покажу. В магазине тоже поснимаю варианты, между которыми я сомневалась. У них есть инстаграм. И в инстаграме кое-что я выбрала. Но, опять же, боюсь, что будет велико. Посмотрим, как карты лягут. Я когда мелкая была, лет 13-14, с тех пор я очень люблю ювелирные изделия. Ну вот я ходила в ювелирку и никак не могла себе ничего подобрать. Мне все люди вокруг говорили, бери больших размеров кольца, все равно пальцы потом станут больше. То есть сейчас ты, ребенок, подрастешь. Потом эти колечки тебе не налезут. Вы знаете, прошли годы, ничего не поменялось. У меня очень тонкие пальцы. Очень. И это проблема всей моей жизни. У меня очень тонкая кисть. Или, возможно, у нас просто размеров нет. Потому что в санлайте, например, можно все, что угодно. То есть любого размера все есть на заказы. Если даже в магазине нету, можно заказать курьерской доставкой. Смотрела обзорчик другого блогера. И она показывала браслет с короны. Из санлайта. Если кто-то оттуда будет приезжать, я обязательно куплю себя. Или можно, кстати, у меня в инстаграме я подписана на страницу. Санлайт Паку. Все изделия из санлайта вы можете доставить сюда. Там небольшая плата. Тоже очень выгодно, но ответственные люди. То есть можно на них положиться. Они привозят все. В моем инстаграме можете посмотреть. Недорого привозят и привозят. Сейчас, знаете, вот этим инстаграм-страницам многим даже не доверишься. То есть много было таких случаев, что люди отправляли свои кровно заработанные денежки, а им ничего не приходило. Столько мошенников завелось. Человек даже не знает. Мне, например, на почту очень часто пишут по поводу мерча. Не хотите ли вы свой мерч? Будете получать проценты с продажи и все дела. Мы можем сделать футболки с надписью Мукбанк. Я просто понимаю, что этих людей, эту компанию я лично не знаю. Например, представим такую ситуацию. Мои подписчики заплатят деньги за этот мерч, а футболки так и не придут. А я вовсю пиарю это все. Кто вы за ситуация остается? Плохая ситуация. Конечно, жерем. У меня так однажды было. В общем, мне даже перевели денежку. У меня купили рекламу. И мне объяснили, что мы продаем боксы. Боксы с косметикой, боксы там, не знаю, с вкусняшками. И каждый бокс стоит определенной суммы денег. Ну, я так сообразила, подумала, наверное, это что-то вроде адвент календарей. Просто боксы такие. У нас у блогеров оплата за интеграцию производится сразу. Например, не секрет, что на моем канале рекламная интеграция стоит от 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей. И, в общем, я сняла для них рекламку. Не выложила. И начала вникать. Просто посмотрела на их сайт. Я там смотрю, есть пустые боксы. И я у них спросила, что значит пустой бокс. И они мне объясняют, что человек не знает, что внутри бокса. Я такая спрашиваю, а может быть такое, что внутри ничего не попасться? И они такие, да. Типа, ты можешь выиграть просто пустой бокс. А ты заплатил деньги. А чем это отличается от обычных азартных игр? То есть это как автоматы игровые, разве нет? Я им начинаю объяснять, разве это не азартная игра? То есть, получается, я могу заплатить и ничего не получить взамен. И они такие, знаете, юлили туда-сюда, туда-сюда. Я поняла, что нет. Я это точно делать не буду. Понятное дело, что они тоже очень хитрые. И они напрямую тебе не говорят. Вот у нас такая азартная игра. Ты можешь выиграть, а можешь и проиграть все свои денюжки. Прорекламируйте, пожалуйста, нам. Они все это преподносят так, что типа, ну, обычные боксы там с косметикой, с едой. А что здесь такого? Я им вернула деньги сразу же. Я потеряла свое время, потеряла немножко комиссию. Вообще, по идее, проще зарегистрироваться на сайте для блогеров. И там тебе находят рекламодатели. Есть такие специальные сайты. Разная реклама. Какой сочный бургер. Ну, так как YouTube сам нам платит, у меня как бы нету такой прям необходимости в рекламодателях. Когда в видео включена интеграция, несмотря на то, что у тебя платят 15 тысяч рублей, да просто надо потратить целый день своего времени, отснять рекламку. Отснять эту рекламу. Отправить на одобрение. Они должны одобрить. А может быть, им что-то не понравится. Ты должен переделать это все. Вставить видео. Не сказать, что я просто ленивый человек. Просто, вы знаете, мои мукбанки настолько легко снимаются. В том плане, что сел, поел и снял видео. Я в день могу три таких мукбанка, например, снять. И заработать даже больше, чем они мне платят, например, да. Поэтому как-то, знаете, возиться, все это нервничать, как зайдет, не зайдет. Это что касается... каких-то крупных рекламодателей. Например, когда я покупала ноутбук, мне предложили рассказать об этом в своем видео. Мне сделают скидочку. И вы знаете, я отказалась. Влом. Иногда бывает, знаете, реклама заходит, а иногда бывает не заходит. У меня прям чувство ответственности. Однажды я пошла в салон красоты и там сделала лазерную эпиляцию бесплатно. Но я их зато отметила в своем инстаграме. И так получилось, что никто особо не записался на лазер. Потому что у них цены дороже, чем везде. Реклама пройдет, когда у вас какая-то акция. И вы хотите, чтобы много людей об этом узнали. Но когда у вас цены, например, на лазерные услуги такие же, как везде. Даже дороже где-то. Или нету никаких, например, скидочных бонусов именно для моих подписчиков. То, естественно, результата от такой рекламы можно особо и не ждать. Мне девушка позвонила и говорит. Айка, от вашей рекламы никакой пользы не было. И мне, честно, было безумно неудобно, неприятно от этой ситуации. Мне хотелось просто приехать в этот салон и отдать деньги за процедуру. А так, если честно, блогеру по большому счету наплевать. Придут к тебе подписчики, не придут. Придут к тебе клиенты или нет. Мое дело выложить. Выложила как ты хочешь, дальше уже твои проблемы. Но у меня так не работает. В этом плане я прям чувствую себя виноватой. Оставлю себя на место рекламодателя и думаю, блин, как же нечестно. Поэтому... Что касается рекламирования других каналов, не забывайте, что это вредно влияет на ваш канал. То есть у вас потихоньку будет падать активность. Потому что вы ваших зрителей перенаправляете на другие каналы. Естественно, у них становится меньше времени смотреть вас. И автоматически ваши просмотры будут падать. Если вы даже делаете рекламу других каналов не очень часто, а то активность жестко может упасть. Я не говорю, что не делайте рекламу других каналов, никого не продвигайте. Делайте. Ну, хотя бы дорого. Чтобы это хотя бы окупилось. Вкуснотища. Я, в общем, наелась. Если честно, я немножко опаздываю. Мне надо уже выходить из дома. Как всегда, Айка опаздывает. Сейчас тоже будет концерт. Поэтому я, пожалуй, пойду. Поменяю свой браслетик. А вы все подробности увидите в моем влоге. Так что обязательно смотрите. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.